добрый день уважаемые трейдеры сегодня 25 августа вторник представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который вы можете видеть у меня за спиной итак сегодня вторник на мой взгляд первый торговый день можно позволить себе торговать со вторника по пятницу сегодня в китае день влюбленных поздравляю всех влюбленных китайских трейдеров естественно в инстафорекс сегодня у меня одна статейка по пауэллу которого ждут все в четверг сегодня только вторник поэтому я думаю что ближайшие два дня будут такие консолидационные для валют все будут ждать что там пауэлл наговорит многие уже смотрю под подфиксились перед этим вот начиная с конца прошлой недели и поэтому каких-то четких торговых идей пока не даю но обзор надо будет сделать таки посмотреть что у нас здесь интересного и какие движения на какие движения можно рассчитывать первый инструмент у нас золото золото подваливает сегодня потихонечку сторону американских шортов обратите внимание как золотишко очень четко подрезает аукциончики что говорит о том что золото наконец вернулось в русло каких-то среднесрочных флетов и может позволить себе отстапливать междневных трейдеров по междневным аукционам американцы пятницу откупились понедельник пробили верхнюю границу в понедельник же продали и теперь стоят рынок стоит между этими двумя выносами то есть снизу покупка сверху продажи и считаю что это с точки зрения price action это неопределенность пин в одну сторону пин другую и здесь торговать я считаю что не стоит в понедельник да я говорил о том что американцы откупили сверху двойная вершина будет вы нас так произошло началось все это с азии и собственно трешечка отошла вот от откупки при стопе там ну конечно волатильность по золоту еще то 200 и тейк те же 250 пока ничего нового давать не буду рынок все-таки стоит под впечатлением от мощнейшего поглощения и этот бар вчерашний подтверждает медвежью направленность но охотиться за стопами здесь пока не закинут да то есть если вчера можно было охотиться за стопами двух дней четверга и пятницы вот то сегодня снизу два дня но они не в горизонте то есть это такая трендовая история и за за такими экстремами лучше не гоняться что касается евро доллара который уже закачал просто закачал всех пытается он падать вот но европейские трейдеры ему делать не дают обратите внимание по вчерашнему дню европейцы откупали американцы продавали а по сегодняшнему дню европейцы опять откупают то есть они стоят на своем скажем так вот но я думаю что в любом случае основная разгрузка либо по по низам либо по хаям возможно произойдет именно на пауле которые которые которого ждут ближайшие два дня будет флэт такой междневной может будет выносить и экстремум вчерашнего дня может быть и не за будет трогать но я думаю что вот этот этот треугольничек дневной он будет вот здесь вплоть до выступления паула и разгрузится он только на нем новых торговых идей давать не буду основная торговая идея была продажа после 19 20 21 с отката 50 процентов эти позиции держим новые открывать сейчас опасно потому что по вчерашнему дню у нас неопределенность с пятницы то есть пятница откупка американская понедельник продажа то же самое по большому счету по золоту но там чуть более техничные по площадке прошлись здесь такого нет поэтому жду каких-то мелких разводничков основной план у меня на понижение сохраняется я считаю что еврик должен прилететь в 1 17 и отступить вот эту нижнюю площадку может это произойдет через заброс наверх но недалеко что касается фунта фунт та же самая история что и по евро сегодня слегка подрастает накачал какие-то гигантских верблюдов по нарисовал нам этот британец вот поэтому это очень волатильная история и стопиться там за сотку это на мой взгляд очень высоко поэтому оставьте на этой на этой неделе в конце по моему будет выступление карни вот я там там думаю поджидают британцев в это время то есть четверг пауэлл в пятницу карни вообще будет весело что касается иены казалось бы иена самый самый коматоз из всех инструментов которые мы обсуждаем вот но свой пин бар в тенденции обновил площадочку красиво не аж не ожидала от него свой саракет он забрал этот инструмент и пока здесь тоже я считаю пока делать нечего что касается наших кроссов ситуация пока не меняется кроссы напоминаю для тех кто танки я рекомендую работать только сетками мы набирали шортовую сетку по строительству канадцу он будет здравствуйте в ноль в районе 94 уровня осталось немного и австралийс новозеландец также у нас в наборе шортовой сетки новых рекомендаций пока не даю что касается кроссов с франком доллар франк считаю тоже кроссом потому что у него такой характер такой как кача этого здесь пока тоже пока неопределенность для тех кто держит шортовую сетку держите новую позицию открывать только при пробое минимума года и сброс на 50 процентов от основного движения которое произошло у нас за последние три месяца что интересно у нас с кроссами с иены канадец иена и франк иена франк иена идет на обновление года где также сетками можно набирать его шорты напоминаю с небольшим очень небольшим объемом и шагом от 50 до 100 пунктов по четвертому знаку ну и доллар канадец приостановил свое шортовое ралли но я считаю что это еще не все падение потому что снизу осталась площадка сверху рекомендации по нему не даю это очень затяжной тренд и не факт что этот шортовый паровоз так быстро развернется как вы хотите и как хотят трейдеры на форуме форекс деньги в моей ветке энджи его друзья я надеюсь мои слова дойдут до того кому они должны дойти нефтяночка пока также у нас консолидируется в третью волну от пятничного импульса я считаю что проход 43 с половиной должен быть от хорошего импульса и шансы на этот рост есть ну и австралиец на стрельц к доллару я также придерживаюсь идеи падения этого инструмента на пробой нижней стенки канала на часик которую нарисовал и уже начинает давить на него неистово просто то есть то были отскоки отскоки сейчас все плотнее и плотнее он поджимается к нижней стенке я считаю что пробой не за горами не пропустите его давайте перейдем к вопросам на youtube канале по вчерашнему видео вчера кстати много дизлайков почему потому что я наехал на герчика и бигларяна и в принципе на фундаментальный анализ который люди до сих пор верят ну что поделать я думаю что со временем вы поймете то о чем я сказал вчера на обзоре так по вопросам спасибо спасибо слова андрей расскажите вы торговали по методу герчика если да то расскажите как на самом деле я по его методу не торговала я я учился у него так получилось что где-то в семнадцатом году шестнадцатом я представлял его в москве у нас был представительский офис 1 в москве единственных вот и мне посчастливилось посетить его 10-дневные курсы в москве таки живые стоили они там ну здраво на самом деле вот я к тому времени то в семнадцатый год я уже семь лет торговал и мне было очень сложно чем-то удивить вообще никак меня нельзя было удивить чем-то вот я посмотрел этот курс и не буду говорить хорошим или плохой но я все записал все как надо интересно было как человек работает но из вот этого 10 дневного курса я выбрал для себя одно утверждение которое я постоянно всем говорю торгуете то что видите они то что знаете и второй момент это александр овчинников не показал что такой лимитный уровень я об этом раньше не знал ну собственно я это не применяю до сих пор не знаю я считаю что все что связано с классическим тех анализом не работает так переубедите меня в этом пожалуйста дальше что у нас понижение респект так начал торговать в инстах вопрос когда я начал торговать в инстах forex и когда начал записывать видео аналитику ну смотрите на самом деле очень просто сделать у меня есть аккаунт на форуме форекс деньги которые естественно связаны с брокерской компании инстах forex и здесь я зарегистрировал с одиннадцатого года то есть фактически это у нас что там март ну фактически то есть я начал торговать где-то с десятого но аналитику вы можете проследить и она меньше года у меня здесь идет то есть я сотрудничаю с инстах forex именно как аналитик меньше года дальше кстати зачем то да тут наверно оговорился в начале другой инструмент был так андрей спрашивают вопрос по закрытию сделок в сеточном методе по пятницам прикольно пятницу пятницу что прошло мне было дилемма закрывать ли часть сеточных ордеров в доллар франк рубль в плюсе или нет итоге закрыл плюс нас двигать и кровь ставить новые отложники ну в принципе нормально нормально это такая живая сетка то есть вы подобрали плюс а слоев вот и понимаете да что тенденция такая нисходящая и вам надо хоть что-то там подзаработать вы фиксируете кита нижние лая у вас естественно средняя цена без убытка подскакивает но при падении вы за заново их можете подставить нормально более того если как бы вы понимаете что встряли в хорошую тенденцию против против у вас вы можете даже слегка и под замыкаться и на этом тоже зарабатывать его счете будет расти либо за счет фиксации вот этих прибыльных ордеров вы можете сбрасывать косик самые косяковые сделки либо их часть понимаете это вот очень важно самом деле вы там подзаработали сотку а у вас допустим ордер висит в сотку минус сотку первые например вы его раз и сбросили то есть вы компенсировали соответственно понизив среднюю цену пачки давая шанс какому-то импульсу сбросить ее просто в ноли избавиться от этой сетки если вы поняли о чем я сказал напишите под этим видео так альберт спрашивает так я понимаю вы что вы приговариваете больших для нас мелких что-нибудь посоветовать ну я не очень понял этот вопрос на самом деле я думаю что я торгую против банковских трейдеров и мне так проще погуглите открытые позиции банков и посмотрите как в среднем среднем расположены позиции банковских трейдеров которые их публикуют публично там стопы в среднем 100 плюс минус по ну плюс как правило пунктов соответственно мой ты их должен быть 100 плюс пунктов все и я вот именно за ними я хочу может быть рынок вообще не так построен на самом деле но мне это не волнует не главное что система моя работает с очень высоким относительно других систем от ожиданиям и не мне в этом в этом мерке до системном который для себя создал мне удобно комфортно я торгую не часто торгую четкие идеи и я понимаю у кого забираю деньги понимаю где их забираю и другом ничего не нужно вот мне я уже не знаю сколько до практически самого начала и не смотрю вообще никаких аналитиков не читаю ничего никаких новостей работают чисто по классике и это очень круто на самом деле потому что в голове будет чисто психология будет ровной и у вас не ничто не может сбить с вашего пути там по вашему торговому плану внимание менеджменту если он у вас принципе есть поэтому я за простоту друзьям и чем проще тем лучше потому что в большинстве случаев трейдеров топит именно сложные системы где процесс принятия решений затягивается на на неопределенный срок вот таким вот образом так что друзья мои находимся мы сейчас в консолидации будьте внимательно осторожны вот будут развод очки перед павлом готовьтесь к ним и ждем четверга я понимаю что вторник скучно что делать если вам ничего делать так же как и мне займитесь отработкой ваших торговых навыках в симуляторе торговли или в тестере вот если у вас нет я могу его отправить поверьте вы с огоньком проведете время и узнаете о себе очень много нового как трейдере на этом у меня все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии пишите вопросы и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инстафорекс всем пока